Они воспитывают и обучают, помогают и направляют. Эти слова о педагогах. В Чебоксарском районе стартовал республиканский конкурс «Учитель года-2016». Какие испытания ожидают участников, узнавали наши коллеги. В актовом зале Кугейского лицея собрались люди, которые выбрали свою профессию сердцем. Они делятся своими знаниями и опытом с подрастающим поколением и оценивают результат. Теперь 26 педагогов со всех районов и городов Чувашии сами превратились в учеников. Это будет дополнительный толчок для района. У каждого района своя изуминка. И я надеюсь, наши педагоги получат дополнительный опыт в своей деятельности. И, конечно, лучше будут учить наших детей. Лариса Владиславовна Сорокина защищает честь Чебоксарского района. За год работы в школе она выработала свою методику преподавания общественных дисциплин. Ее ученики побеждают во всероссийских олимпиадах и сдают госэкзамены на 100 баллов. Эта методика дала результаты. А еще я на конкурс пришла, потому что я являюсь представителем педагогической династии. У нас пятое поколение учителей. Я не могу сегодня говорить, что я учитель года Чебоксарского района. Мы должны местоимение говорить, потому что весь коллектив работал. Выявлять лучшего из лучших будет специальная комиссия. Учителям предстоит показать себя в четырех различных направлениях. Это мастер-класс, образовательные проекты, педсоветы и открытые уроки. Землетрясение – это что такое? Чья группа еще работала по этому? Пожалуйста, четвертая группа. Землетрясение – это что такое? Это после колебания, звеной крылья. Вызвоним, вызвоним, вызвоним. Замечательно. Конкурс «Учитель года» проходит уже в 24-й раз. Участникам есть за что бороться. Лучший педагог получит денежную премию от главы Чувашии и возможность представлять республику на всероссийском уровне. Такого рода конкурсы профессионального мастерства они проводятся прежде всего для того, чтобы самые профессиональные, самые компетентные, в том числе относительно молодые педагоги, могли, вот это я подсчетно говорю, могли показать себя во всей красе и на уровне своих районов и городов и показать бы все свое педагогическое мастерство и на уровне республики. Впереди еще один конкурсный день. Надежды, переживания и волнения скоро останутся позади. 26 апреля станет известно, на кого будут равняться не только ученики, но и коллеги. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика.